Вот это английский! Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться конвертировать русские мысли в английский язык. Это очень поможет вам для того, чтобы разговаривать на английском, писать на английском и, в принципе, звучать максимально естественно. Мы будем использовать как исходник разговор вечернего Урганта, разговор Ивана Урганта и детей с программы «Взгляд снизу». Поехали! Как прошло, Костя, твое лето? Хорошо. Там, где я был, в Монако, каждый день ходили купаться. Где лучше, в России или в Монако? Ну, если по погоде, тогда в Монако. А по сути? Плохие. Вот нам сейчас придется переводить всю вот эту вот катавасию, включая «по сути» и так далее. Но это очень полезно, потому что думаем мы именно так, и именно такие мысли возникают у нас в голове, даже когда мы говорим на английском. И вот как перевести «по сути». Так что давайте с этим поработаем. Итак, первая фраза. Как прошло, Костя, твое лето? Как прошло, Костя, твое лето? Как прошло, Костя, твое лето? На что первое мы обращаем внимание? На порядок слов. Во-первых, в английском нельзя поставить «костя» в середину. Можно, конечно, но звучать будет корявенько. Поэтому костю надо убрать либо в начало, либо в конец. Давайте сделаем сначала как обращение. Как прошло твое лето? Так как мы не можем переводить с русского на английский дословно, нам нужно знать эквивалент. По-английски не говорится «прошло лето» со значением «проходить». Поэтому давайте скажем, как ты провел свое лето? Какое время мы можем здесь выбрать? Вообще подходит, допустим, present perfect, да? Настоящее совершенное. То есть как ты провел свое лето к данному моменту? Но давайте мы будем предпочтительно выбирать простые варианты, потому что мы учимся именно разговаривать. И если можно выбрать попроще, то давайте выберем попроще. Past simple. Тут тоже подойдет обычное простое время. И вопрос. В вопросах всегда, как мы знаем, на первое место выходят специальные вопросы. У нас есть специальный вопрос «как». То есть его мы пишем сначала «how». Зачем смотрим по схеме? По схеме у нас идет did, потом кто, потом глагол. То есть how, did, кто? Ты, получается, да? Как ты провел свое лето. Значит, how did you? И глагол у нас не меняется. То есть даже вторая форма здесь не нужна. Мы оставляем глагол spend. How did you spend? А твое лето так и будет. Your summer. How did you spend your summer? Пусть у нас будет другим шрифтом, чтобы отличалось. И еще, кстати, такой у меня к вам вопрос. А стоит ли мне сделать, как думаете, обзорное видео по всем временам? Я вот думаю, насколько это целесообразно. Если у меня, в принципе, на канале есть все эти времена отдельно, напишите в комментарии, стоит ли. Хорошо. Там, где я был в Монако, каждый день ходили купаться. И Костя отвечает. Хорошо. Там, где я был в Монако, каждый день ходили купаться. На самом деле, это идеальный материал для отработки. Я вот думаю, как я до этого не додумался до этого. Именно братья Зурганта. Тут же дети еще и говорят. Даже сочинение это не такой естественный язык и живой, как вот такие диалоги. Хорошо, переведем просто good, так как тут нет никакого восторга. Я думаю, good'а нам хватит. Там, где я был в Монако, каждый день ходили купаться. Вот первый вопрос, который перед нами встает, кто ходил купаться? В русском языке это очевидно. У нас не возникает вопроса, кто ходил купаться. Понятное дело, что мы ходили купаться. Несмотря на то, что здесь нет деятеля никакого, да, объекта, который совершает какое-то действие. В английском же языке так нельзя. Можно, конечно, там есть пассивный залог, есть и безличное предложение. Но, как правило, мы обязаны сделать деятеля какого-то. Просто запомните это и всегда ставьте в избежание каких-либо проблем просто того, кто будет совершать действия. Вот здесь нам придется пояснить, что это мы ходили купаться. Не забывайте об этом. Порядок слов. Желательно начать предложение с того, кто, потом что он делает или делал, а потом уже всякое там во сколько, где и так далее. Вот здесь. Сначала мы скажем, что мы, то есть we, потом ходили купаться. Кстати, как ни странно, в английском можно так и сказать. Ходили купаться. То есть went swimming. У начинающих может вызвать вопрос вот этот момент, откуда здесь went. Если ходить, это go. Давайте посмотрим. Тот же past simple. Прошедшее время. И мы видим, что глагол go. Если бы он был правильный, то у него бы прибавилось окончание иди. Но так как он неправильный, о чем мы знаем из таблицы неправильных глаголов, у него просто будет использоваться его вторая форма. У него три формы. Go, went, gone. И вот эта вторая форма, went, как раз и будет использоваться для того, чтобы передать прошедшее время. We went swimming. И следующая проблема, с которой мы сталкиваемся, что нам поставить первым? В Монако каждый день или каждый день в Монако? У нас два есть обстоятельства. Одно времени, другое место. И давайте подумаем, какое из них поставить первым. Запомните, сначала ставится обстоятельство места, а затем уже времени. То есть сначала куда мы ходили или где вообще было дело, а потом уже во сколько. Как это запомнить? Ну, давайте так. Важнее все-таки, где вы были, чем во сколько это было. То есть важно сказать, что ты был именно в Монако, потому что это большее значение. Это больше даст информации. А потом уже можно сказать, во сколько это было. Я это только что выдумал. Этого нет в грамматике. Я имею в виду, что не такая логика у порядка слов, но так легко запомнить. Важнее место, чем время. Поэтому сначала скажем, we went swimming in Monaco. Дальше каждый день. Every day. Все. На самом-то деле, интонация пошла вверх, когда не стоило ее вверх посылать. Просто we went swimming in Monaco every day. Кстати, если у вас есть более удачный вариант перевода, можете предложить его в комментарии. Не забудьте обосновать, почему вы считаете свой вариант наиболее удачным. Небольшая новогодняя рекламная вставочка, и мы продолжаем. Фух, успел я в этот раз. Всем подарочки прикупил. Вовремя. Декабрь кончается. Маме купил. Папе купил. Брату купил. Жене купил. К Новому году я готов. А как же себе подарок? Себе-то я подарок забыл, блин. Себе-то я и не купил. Не волнуйся, человек. Я поискал в интернете и нашел лучший подарок, который можно купить себе. Он находится на сайте Puzzle English. А компьютер-то дело говорит. Давайте-ка посмотрим, что там на сайте Puzzle English. Puzzle English это сервис, который помогает вам учить английский самостоятельно. Давайте посмотрим, какие он предлагает вообще форматы работы. Вот бывают видео и аудио пазлы, например. Это там нужно собирать пазлы из того, чтобы... То есть вы можете набирать здесь фразы, которые говорят носители. Вы можете переслушать и дособрать эту фразу до конца. Таким образом вы будете разбирать членораздельно, что говорит носитель языка. Также по такому же принципу работают и видео пазлы. Но на этот раз тут уже видеоматериалы. Вы сами можете посмотреть, какие они разнообразные и интересные. Куча курсов, работа со словами, которые вы выписали. Но я бы сегодня хотел именно на разделе игры с вами немножечко сконцентрироваться. Мне здесь больше всего из всех вот этих игр нравится мастер-фраз. Тут нужно самому расслышать, какие слова говорит герой и набрать первые буквы всех этих слов. Это очень динамично и не надо словов целиком вбивать. Давайте еще раз. My perfect sister being who she was. И я здесь до всех этих слов догадался, расслышал их и просто вбил первые буквы. Вот мне осталось только последняя буква от слова was, W. My perfect sister being who she was. И здесь показывается перевод и можно сравнить свои результаты с результатами других пользователей. It may have been insect proof. It may have been insect proof. His legs were tied to. His legs were tied to. В общем, помогает поработать хорошенько с аудированием и научиться воспринимать на слух. В честь нового года сейчас скидка 50% на премиум доступ и он будет стоить всего 499 рублей. По ссылке в описании. Ну и себе я подарочек в итоге присмотрел. За это спасибо Puzzle English. Всех с наступающим Новым Годом. Смотрим дальше. Итак, где лучше? В России или в Монако? Если провести аналогию с предыдущим нашим случаем, тут то же самое. Не было никакого активного деятеля, как и здесь. Где лучше что? Оно? Кто? Мы? Они? Непонятно. Нет кого-то, кто что-то делает. Понимаете? В английском это нежелательно. То есть нам придется как-то это обходить. В таких случаях всегда спасает it, оно. То есть, допустим, если мы хотим спросить, холодно ли на улице? Мы спросим, is it cold outside? То есть, оно, холодно на улице? Вот и здесь. Оно, где лучше? В России или в Монако? Вот это оно. И здесь мы его будем использовать. Специальный вопрос снова идет в начало. Where is it better? Где есть это лучше? И в итоге наш вопрос будет выглядеть вот так. Where is it better to live? Где лучше жить? Russia or Monaco? Россия или Монако? В принципе, можно вариант... Which is it better to live in, например? Russia or Monaco? Но это уже вкусовщина, поэтому... Опять же, прошу всю вкусовщину в комментарии. Я ей буду очень даже рад. Если по погоде, тогда в Монако. А по сути? В России. Предлагаю в одну фразу это объединить. Итак, если по погоде в Монако, а по сути в России. Вот это вот часто мешает, что в голове возникает вот такая фраза русская, а переделать ее, блин, очень сложно, потому что настолько по разной логике языки строятся. Можем сказать так. The weather is better in Monaco. The weather is better in Monaco. А по сути? Вот как можно перевести по сути? Не нужно искать в словаре отдельно слово суть. Желательно искать выражение по сути. Я бы вот предположил, что это будет, например, in fact. По факту, да? В факте дословно. But in fact... Давайте-ка проверим. Мне интересно, что словарь нам даст. Вот, допустим, word hunt нам дает. At the bottom. Вообще не то. Тоже не то. Не то. Fundamentally. Вот fundamentally, да, но это очень сильно тяжело. Прям в речи вы вряд ли такое будете использовать. Как-то он какие-то слишком жесткие варианты дает. Вообще для такого реверса контекст это идеальный вариант. Вот, кстати, реверса, видите, он справляется. Он сразу дает in fact. В факте, да, по факту. Они по сути расширяют горизонты. То есть мы даже сразу можем посмотреть, как это употребляется выражение. Кстати, несмотря на то, что я записал отдельный ролик, где я рассказываю прям про все переводческие инструменты, которыми я пользуюсь, и обучательные инструменты, и про сайты, и про приложения, про все что угодно, все равно каждый день комментариев 5-10 я получаю. А что это за словарь такой, которым вы пользуетесь? Вот там вот сверху вылезла подсказка на специальное видео, где я все рассказываю про все словари, которыми я пользуюсь. Нажмите, посмотрите, там вот я про все это в 100 раз подробнее рассказываю. In fact, indeed, essentially. Ну, нам, в принципе, in fact здесь вполне достаточно. Даже, мне кажется, он самый удачный. The weather is better in Monaco, but in fact... Опять давайте через it пойдем. It is better. Оно есть лучше. To live. Жить. In Russia. В России. The weather is better in Monaco, but in fact, it is better to live in Russia. На сегодня у меня все. С вами был Вот это английский. Всем до скорого.